Как сделать медицину Кубани конкурентоспособной? Об этом мы сегодня говорим с руководителем регионального центра по вопросам развития экспорта медицинских услуг Азаматом Мариумкуловым. Азамат Русланович, здравствуйте. Добрый день, Ирина. В Крае у нас реализуется региональный проект развития экспорта медицинских услуг. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте, каковы его цели и задачи, какие сроки исполнения. Да, действительно, региональный проект реализуется на территории нашего края. Мы один из субъектов федерации, где это поддерживается. Проект входит в соответствующий федеральный проект, который, в свою очередь, является одним из направлений национального проекта здравоохранения. Президентам нашей страны, правительствам поставлена задача увеличить объем оказываемых услуг иностранным гражданам на территории России и, соответственно, Краснодарского края тоже в четыре раза по сравнению с 2017-2018 годами. Причем касается это как количества пациентов, которых мы должны пролечить, так и объемов финансовых вливаний, которые поступят в бюджет от экспорта медицинских услуг. Проект рассчитан на шесть лет, начат он с 2019 года, и целевых показателей мы должны достигнуть до 2024 года. Благодаря созданию условий роста экспорта медицинских услуг, имидж российского здравоохранения должен, несомненно, повыситься в глазах международной общественности. Ну, а благодаря пациентам из-за границы, естественно, вырастут инвестиции в российскую медицину, в наше здравоохранение. Ну, вот если говорить о росте, за счет проекта должен произойти рост экспорта медуслуг. Как это будет достигаться? За счет чего? Ну, в основе всего положено увеличение привлекательности медицинских услуг, которые оказываются на территории России и Краснодарского края. Потому что на самом деле мы действительно готовы оказывать медицинскую помощь, медицинские услуги, как сейчас говорят, на самом высоком уровне, в соответствии со всеми международными требованиями. Даже если где-то какие-то медорганизации не имеют международных сертификатов качества, то в любом случае вся деятельность лицензирована. Проверки нашего Росздравнадзора – это серьезней и более тщательно проводится, чем любые стандарты качества. Поэтому высокотехнологичная помощь, стационарная помощь, стационарно-замещающие технологии в нашей стране, в нашем крае, в наших медицинских организациях реализуются так, как того и требует международный опыт. На сегодняшний день самое простое и в то же время сложное, что мы можем сделать, это повышать информированность иностранных граждан, чтобы о нас узнали, и тогда к нам поедут. – Но вот, кстати говоря, этот проект уникален тем, что он чуть ли не единственный, который не требует финансовых вложений, я имею в виду бюджетных источников, да? – Да. – И все-таки мы должны поговорить о финансовой стороне проекта с точки зрения реализации. – В соответствии с дорожной картой, действительно, этот проект не подразумевал никаких целевых, прямых вливаний из государственного бюджета, финансовых вливаний. Планируется использовать внутренние резервы регионов и медицинских организаций. – Звучит несколько настораживающе, но на самом деле это требование современной нашей действительности. Даже на внутреннем рынке медицинские организации вынуждены конкурировать. – Ну, права пациента, да, который имеет право выбирать любую медицинскую организацию, ну, кроме каких-то там определенных, строго оговоренных в законодательстве случаев. В остальном, в общем-то, у нас пациент волен пойти лечиться туда, в плановом порядке, куда он хочет. Соответственно, для того, чтобы он пришел, надо, чтобы медицинская организация была в первую очередь для него тоже привлекательна. – Ну да, конечно. – Поэтому, исходя из этого, остается только немножечко расширить спектр, расширить горизонты, сделать соответствующую страничку на сайте, посвященную иностранным пациентам, перевести ее на хотя бы английский язык, то есть адаптировать в том числе и под иностранных пациентов. На сегодняшний день, ну, каждая уважающая себя медицинская организация официальный свой сайт имеет в интернете. У большинства уже есть баннеры или вкладки по медицинскому туризму либо по информации для иностранных граждан. Соответственно, надо только доработать, да, надо немножечко видоизменить вот эти вкладки, наверное, потому что менталитет все-таки отличается, да, у российских граждан и у зарубежных. Ну, мы выросли в разных условиях, поэтому там, где мы привыкли много читать, да, за границей привыкли много видеть вот визуализацию в виде инфографики. – Ну да, они больше визуала, конечно. – Да, поэтому надо только адаптировать, это под силу. Информационный центр есть в каждой медицинской организации, да, которая все это поддерживает. Информатизация здравоохранения в любом случае происходит. Цифровизация происходит. То есть все подведено и так для того, чтобы без особых каких-то специальных вложений медицинские организации и здравоохранение в целом смогли стать более привлекательны для иностранных граждан. Что еще из этого? Ну, может быть, буклеты, да, буклеты, видеоролики – все это, безусловно, повышает эффективность информационной составляющей. Но, опять же, это необходимо делать в любом случае. Вопрос лишь в том, что надо все это перевести и адаптировать под иностранцев. Именно поэтому было решено, что никаких специальных, дополнительных, бюджетных ассигнований не будет, потому что медорганизации и так это все делают. А кто уже участвует в этом проекте? Какие медицинские организации у нас в крае? Ну, на самом деле, скажу, да, что не все, во-первых, субъекты федерации вошли в проект по экспорту медицинских услуг. Да, 71 субъект вошел. Краснодарский край, безусловно, попал, потому что и уровень здравоохранения позволяет, и расположение великолепное, да, и климатические условия самые благоприятные для любых пациентов. У нас в крае 15 медицинских организаций вошли в реализацию проекта по экспорту медицинских услуг. Это все государственные учреждения, частные медицинские организации на сегодняшний день не попали. Ну, выбираем почему? Потому что выбирали самые крупные, самые серьезные медицинские организации, за которые нам не стыдно, которыми мы гордимся. Это все ведущие краевые учреждения, краевые больницы и несколько медицинских организаций из курортной зоны. Это город Сочи, 4 больницы вошло, 5, и первая городская больница города Геленджика. А какие именно медицинские услуги входят в список экспорта ориентированных? Для нашего здравоохранения традиционно сильными сторонами в крае являются неврология и нейрохирургия, кардиология и сердечно-сосудистая хирургия, таракальная, абдоминальная хирургия в обязательном порядке, лор, очень на высоком качестве у нас акушерство, гинекология и родовспоможение, и пользуются популярностью, онкология, ну и, пожалуй, стоматология, инфекционные заболевания. Вот на эти направления делается ставка. Да, даже стоматология. И одна из медицинских организаций – это краевая стоматологическая поликлиника, которая, в общем-то, на сегодняшний день пользуется успехом у той категории иностранных граждан, которые сейчас уже получают помощь, то есть которые не специально привлекались, а традиционно получают медицинскую помощь у нас в крае. И все-таки, может быть, надо нам озвучить, какие у нас преимущества у Краснодарского края даже по сравнению с другими регионами? У нас есть сильные самые стороны. Да, я понимаю. Во-первых, преимущества у здравоохранения российского есть единые. Это ценовая политика. Ни для кого не секрет. Для нас это и хорошо, и плохо. Это делает нас более привлекательными, но требует большего количества пациентов. Потому что на самом деле медицинская помощь в тех странах, в тех государствах, которые традиционно занимают нишу экспорта медицинских услуг, уже сложившиеся, это Германия, Франция, Израиль, по каким-то положениям Турция, по каким-то Южная Корея. Ценовая политика там, конечно, совершенно другая. Да, там другая сервисная составляющая, но мы сейчас говорим именно о стоимости непосредственно медицинской услуги. Одна и та же медицинская услуга в разы дороже будет стоить за границей. Это сильная сторона нашего здравоохранения. В принципе, и здравоохранение Краснодарского края, безусловно, тоже. Я не зря сказал, что вошли в проект в Краснодарском крае только медицинские организации государственные. Это, в общем-то, своего рода гарант качества, гарант надежности. То есть медицинская помощь в этих медицинских организациях контролируется многоуровнево, многоступенчато. И, соответственно, это вторая особенность. Не могу не сказать, что сильной стороной является и готовность нашего краевого здравоохранения принимать этих пациентов, потому что, ну, край имеет такие особенности. У нас была Олимпиада, у нас был чемпионат мира, Европы, да, и Формула-1. У нас огромное количество международных конгрессов, конференций, симпозиумов. Регулярно проходят в Сочи встречи лидеров государств на самом высоком уровне, включая президентов. То есть в любом случае мы уже готовы оказывать помощь вот этому контингенту, в том числе иностранных граждан. То есть мы уже себя показали, как иностранная площадка. Мы уже зарекомендовали себя, что мы это можем, да, что на нас можно положиться. Климатические условия, безусловно, потому что, ну, все-таки жителям Южной Америки и Африки, и Австралии, наверное, с климатической точки зрения приятнее получать медицинскую услугу в Краснодарском крае, чем в Тюменской области. Хотя там прекрасная медицина, но вот с этой позиции. Еще скажу, наверное, о природе. Тоже достаточно сложно. Ну, конечно. Ведь мы в разрезе экспорта медицинских услуг в первую очередь должны сориентироваться на медицинский туризм. А значит, это же можно совмещать. Человек может приехать полечиться и запланировать на это же самое время какие-то себе курортные мероприятия. В одном месте, в автомобильной доступности транспортной, у нас есть высочайшие снежные вершины, теплое море, рекреационная зона Кавказского биосферного заповедника, грязевые вулканы, термальные и минеральные источники природные, лес, поле. Что кому нравится, любой совершенно ландшафт можно найти, он представлен на территории нашего края. Это какие-то для любителей древности, да, бушевавший океан Тетис оставил нам аммониты, которые можно увидеть, потрогать. Богатейшее культурное наследие. Да, со времен мегалитической эпохи, дольмены. Это тоже интересно для иностранных. Для нас это обыденно, повседневно, потому что мы это видели тысячу раз, и что туда ехать. Для них это интересно. Нам же интересно посмотреть Стоунхендж. Им точно так же интересно посмотреть наши дольмены. Ну и колоритный фольклор кубанской земли тоже, в общем-то, конечно, привлекает. Это тоже своеобразная визитная карточка Краснодарского края в целом. И это тоже надо использовать в развитии экспорта медицинских услуг. Я согласна. Это, ну, в основном касается тех, кто может себе позволить совместить и медуслугу с туризмом. Если речь идет о какой-то, например, операции, да, и человеку требуется реабилитация, понятно, он не сможет там ездить по горам, смотреть красоты, да. В этом случае, вы говорите, у нас есть преимущество в ценовой политике. И встречный вопрос, не хромаем ли мы в вопросе сервиса. Нужно ли нам еще над этим работать? Да, это как раз-таки слабая сторона нашего здравоохранения, которое тоже традиционно так сложилось, что, ну, в Советском Союзе, в России, в общем-то, и понятие медицинская услуга как таковая, да, это сложилось вот в последнее время, когда все стали считать экономистами. До этого у нас была медицинская помощь. Я считаю, что это так и должно на самом деле называться, если мы не говорим об экономической составляющей здравоохранения, да. Все-таки больницы оказывают не услуги, больницы оказывают помощь медицинскую. И в этом плане, да, в этом плане сложно, в этом плане работать надо будет очень много, потому что иностранные туристы, иностранные граждане в этом плане избалованы, они капризны, они привыкли к другому, ментальность, характер, да. Да, наши медицинские работники, так же, как и все население, меньше улыбаются, да, меньше проявляют каких-то гиперопек и по отношению друг к другу, и по отношению к иностранцам, потому что для нас это такие же люди, да, как и все остальные. И, соответственно, определенная полярность отношений в этом плане есть. Будем работать, потому что это решение, задачи. Вот как раз шага потребуются какие-то вливания, да? Ну вот этот шаг уже потребует, конечно, чего-то, потому что заставить любого человека стать приветливым из-под палки невозможно, да. Его надо чем-то мотивировать. Вот здесь может встать вопрос о каких-то, конечно, мотивирующих вещах, в том числе финансовых, но не обязательно, потому что варианты мотивации есть очень разные. Очень разные психологические. Для кого-то прекрасным мотивирующим моментом будет ответное посещение каких-то конгрессов и конференций по направлению своей деятельности медицинской в тех странах, из которых приезжают к нам иностранные туристы. Это тоже немаловажно, интересно и очень мотивирует. Поэтому, наверное, потребуются какие-то вливания, но не грандиозные, не колоссальные, не на уровне федеральном, когда нам нужны будут миллиарды, как на освоение каких-то других проектов. Нет, все-таки этого не потребуется. А как быть с языковым барьером? Или, в принципе, для врача все равно, на каком языке говорит пациент? Языковой барьер существует. Именно поэтому включены организации Сочи Геленджика, потому что они уже имеют опыт, и там есть определенный персонал, который был задействован на Олимпиаде, на чемпионате. Но этого, конечно, недостаточно. Сложный вопрос, потому что все-таки знание языка на бытовом уровне не гарантирует качественного оказания медицинской помощи. Все-таки 50% диагноза – это жалобы пациента и сведения из его анамнеза. Это все то, что нам пациент рассказал. И остальные 50% – это всевозможная диагностика. Поэтому здесь контакт должен быть. В других странах есть опыт все-таки привлечения профессиональных переводчиков, но опять же со знанием медицинского иностранного языка. Они ведь должны владеть терминологией. Конечно, да. Поэтому тоже достаточно сложный вопрос. Это вторая сложная проблема, которую придется решать. Придется решать обязательно, в том числе и с передовой линией сотрудники кулцентров. Если звонит иностранный гражданин, то они просто должны ему ответить каким-то образом. Поэтому это вопрос, который требует тоже прорабатывания, которым надо, и мы будем заниматься. Мы знаем эту проблему. Если мы ее знаем, значит, мы ищем решение. Ну, в общем, строго говоря, врачам придется учить английский язык хотя бы, да? Ну, хотя бы разговорный. Или все-таки, возможно, мы возьмем опыт тех стран, где есть профессиональные переводчики. Почему? Там вопрос возникает о персональных данных о защите, да? Что профессиональный переводчик не является медицинским работником. Ну, в общем-то, заключая определенный договор, это в правовом поле, это можно решить. Почему так говорю? Ну, смотрите, да, английские, да, англоязычных стран много, да, английские, ну, в той или иной степени за границей знают достаточно большое количество. Но мы расположены так, что вокруг нас в основном не англоязычные страны. Ну, хотя бы, да. Поэтому, ну, хорошо, мы заставим, замотивируем. Или сам доктор будет очень целеустремлен и прекрасно владеть английским языком, а приедет арабист. Иран, Ирак, да, Турция, Саудовская Аравия, все что угодно, да, арабский язык. И он может не знать английского. То есть... Уже были такие прецеденты? У нас не было, а вообще по России, да. И что делали? Срочно искали переводчик? Ищутся переводчик, да, да. А вот наши, когда люди едут туда лечить детей, допустим, или самих себя, они тоже пользуются услугами переводчика, которые представляют там клиника, да? Конечно. Там по-другому построено... Это тоже входит в сервисную составляющую, в общем-то. Уже много лет зарубежные клиники, которые занимаются экспортом медицинских услуг, пользуются услугами ассистант-компаний. То есть еще специальные компании, которые занимаются тем, что сводят медицинскую клинику с потенциальным пациентом, при этом организуя для пациента все, что необходимо, всю сервисную составляющую. Визовую, дорогу, как доехать, как долететь, сопровождение, встречают, поселяют, дают переводчика. Как турагентство, только в медицине? Только в медицине, совершенно верно. Это, наверное, самый правильный способ. У нас в стране пока есть определенные сложности в законодательной базе для того, чтобы все это широко внедрить. Но это, наверное, один из правильных путей, как решить эту проблему. Ну, в общем, да. Ну, тем не менее, спрос есть. Вот буквально сегодня приехала уже вторая девочка на операцию к пластическому хирургу. Да, ну, потому что это даже не пиар-компания была. Это просто была констатация факта, который вот так вот получил огромное распространение. Действительно, да, нет. Иностранные туристы, иностранные пациенты есть. Они у нас есть, они получают у нас услуги. Благодаря реализации проекта их количество уже за этот год существенно увеличилось. Если мы за базовую цифру брали 1600 человек в год, это столько у нас увеличилось в 2017-2018 годах, от которых мы должны отходить в своих расчетах, то за 2019 год у нас пролечилось более 7 тысяч иностранных пациентов. Существенный рост. И это пока без финансовых вливаний и на том, что вот у нас есть, на том, что мы умеем. Просто немножко повысив информатизацию. Как, грубо говоря, сарафанное радио? Ну, в том числе, да. Здесь имеет значение и рост экономики. В целом, Краснодарский край – это один из самых быстро развивающихся регионов, который очень инвестиционно привлекателен. На сегодняшний день, да, это рост, но это рост немедицинского туризма в чистом виде. Это те иностранные граждане, которые по той или иной причине находятся на территории Краснодарского края, потому что они работают, потому что они приехали как просто туристы и здесь завалили. То есть увеличилось общее их число в Краснодарском крае, соответственно, увеличилась и потребность в медицинских услугах для них. Ну что ж, я желаю вам успехов. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вопросов много, но дорогу осилит идущий. Однозначно, согласна. Спасибо.